Терпением ожидаем старта Кобла. Очень жесткий обещает быть Кобл. ТСМ могли дважды его вычеркнуть и этого не сделали. Возможно, это секретное оружие. После 16-13 фейс как-то поверили в свой Кобл ТСМ? Ну, сейчас посмотрим. Не хотелось бы какой-то карты в хлам от команды Fnatic. Сейчас увидеть, поверим в интригу, в борьбу. И смотрите, что творят ТСМ по Джеймс Тройс. Двое с ямой, трое с кишки вышли. Делают минус, бомба будет установлена. Но раунд уже 4 в 5 для Fnatic. Но зато хорошие позиции и установка бомбы есть. Дальше также тимплейны нужно одной кучей продолжать играть в команде ТСМ. Вот по ходу 4. Куда выйдут? Будут разделяться или просто в 4 сюда выскочат? Пойдут в 4. Джеймс, сколько промахов, но есть все-таки минус. В спину параллельно выходит ФНС. Никто не пошел. Кримс напряг сзади дропрума и это все... Как бы слово подобрать помягче. Все плохо. Все плохо. Все пропало ТСМ. Там пистолетка, достается Фнатик. Хотя начало было бодренькое. Но не смогли просто забрать Джейви в углу. Который давал шанс. Он там раза 3 или 4 промазал перед тем, как сделать этот минус. Да. Ну, в принципе, 50 на 50. Может быть, где-то даже 45 было процентов на то, что все-таки команда Фнатик пойдет на Аплент. Да, не пошли, не подловили их сразу игроки защиты. Дальше уже нужно было действовать по плану Б. Причем они сделали минус 5-4. Да, они понимали, что... Ну, как-то ужасно сыграли. Вот скажи, идите в спину, идите Б-лонг в четвером. Там ты уже хоть сверху как-то позиции получше, по-моему, с юспами. Они все ломанули... Да и то не все в эти двери ломанулись. Так они ломанулись же даже. Один вышел, а остальные там кем-то в бой с тенью происходил. С Кримзом налево все отвернулись. Ну, в общем, Тим Соломид не до конца продумали раунд. Начало было бодренько. А вот как выбивать Б при... Джейви, Джейви давайте смотреть. Пошел фармить. А тут, кстати, не так все однозначно. Может и хэдшот залететь в ответку. Олаф Мейстер пытается сделать энтри и не выходит. Залетает Олафу за всю боль. За его диггал на двух картах. Но Джейви рабольно... Ой, как Джейви работает. Сейв идов просто невероятно. Минус, слушай. С вертухи сделал минус. На бета не вышли. Дропрум заняли. А вот вся длина развалилась. Ну, там калаш сверху лежит. Его нужно было забирать. Сика еще и Кримзу забрал. Калаш подобрали. Это провал. Джейви третий минус. Дэнни забирает Сика. Дэнни спалил, конечно, свою позицию. Утематику нужно перетягиваться. Джейви с тремя хп. Все еще живет. Вот был бы раунд один на один, но нет. Джейви, как кость в горле сейчас у обороны команды ТСМ. Джейви просто царь. Просто товарищ царь. Здравствуйте. Я подтащил практически раунд. Но, правда, об этом еще рано говорить. Будет бомба. Да. Нужно будет спешить игроку ТСМ. Довольно такой... Не самая лучшая позиция. Хотя, в принципе, он не так поздно приходит на точку. Но тут, опять же, нужно вырубать сразу. Одного-второго. Но есть инфа, что битый Джейви. Да, может быть... Опа, вот увидел. Тут так поздно среагировал. Нет, Китов, нужно спешить... Какой тайминг? Тайминга... Не бой. Что такое? Что такое? Нет, я уже думал, и рандом сейчас залетит и выиграет. Но нет. Так он Джейви убил на отмашке как-то. Я вообще не понял, как он Джейви забрал. Покажите повтор, пожалуйста. Нет, повтор от Джейви. Причем его зафлэшило, и он сделал. Какое могло быть хорошее начало? Могли и пистолетку взять. Могли сейчас экраунд взять. Но нет, нет, еще раз нет. Это Джейви. Джейви просто передает всем вам привет. Сколько же там денег у этого парня? 4 700. И он продолжает фармить, опять-таки, у ТСМэка. Он дал кому-то коллаж, другое. Еще 4 700 осталось и продолжает фармить. Ну, просто... Богатенький Ричи. Ну, тут он сейчас вообще против пистолетов может разобраться. Очень неплохо. Он просто залетает на друпрум, уже вылетает с своими тиммейтами, а тут нет никого. Очень любопытно. За 3 раунда ТСМ дважды делали стак на А. Вот. Чем это обусловлено? То ли тренерская работа, то ли как-то пытаются читать действия шведов. Думаю, по памяти прошлого матча. Но, опять же, Фнатик после этого миража, я уверен, сейчас был очень жестокий, жесткий такой вот разговор между игроками, там, тренером, всеми ребятами, которые задействованы в процессе. Я думаю, там друг другу сказали, что нужно играть в свою игру. Вот очень часто как-то команда Фнатик сжалась. Ну, в принципе, да, мираж, вот многие говорят, что, в принципе, они так всегда играют, просто бегают по нему. Но я вообще там ничего не увидел, если честно. Как-то вообще все плохо было. Мы пытались тащить Фнатик, но ТСМ все-таки добрали вторую карту. И вот теперь уже Коблстоун. Надеюсь, будет борьба. Все-таки Джей Ви умудряется опять-таки убить одного, Флюша второго. Флюша давит. Великолепно. Начинает Фнатик. Знаешь, за кулисами говорили про Кэдди, она так все-таки вроде бы и не стенды, на самом-то деле. Но опять же, мы говорили о том, как все-таки такого парня тяжело держать в команде. Опять же, за любой турнир он там получит 3-4 тысячи долларов, там, как в роли комментатора. А на зарплату тысячу долларов потеть в команде по 12 часов в день прозеплательница. Ну, видимо, логика победила. Хотя хочется, знаешь, люди любящие игры, они хотят побеждать, они хотят занимать первые места. Может, он хочет там в Астралис или... И вот на таких парнях, на самом-то деле, и держится весь мировой КС. Не на наклейках, на скинах, а именно на желающих побеждать игроках. Да, в ТСМ будет очень тяжело Кэддиану, скорее всего, ну, если выкупят там какие-то суперликвид его, но навряд ли. Вот за один турнир он прям так воодушевит всех, чтобы его выкупили. Ну, пока что действует. Вот сегодня в плей-офф он просто как бок играет. Семпфис отличный минус. Заиграл АВП. Вот это вот АВП заиграло! Ну, и он тоже, видимо, поговорил с своими тиммейтами, потому что до этого, ну, обычный посредственный снайпер, да, делал свои минуса, когда нужно. Ну, вот такой агрессии мы от него не видели, даже, наверное, не ожидали. И вот так нужно ему действовать постоянно весь Кубул Стоун, поджимать Бэдлину, поджимать там кишку, постоянно менять позицию. Даже иногда в дроп-рум нужно ходить с АВП, и мы это видим не только за защиту, да и за атаку такое иногда происходит. Напоминаем, что проигравшая команда вылетает с турнира. Да, это очень опасно для Фнатик. Да, но у них пока что все хорошо и по экономике, но, правда, в этом раунде после встречи с АВП все стало немножечко посложнее. Но теперь ребята идут на ближнюю дистанцию, по идее могут зажать. Сик, алло, инфы, что ли, не было? Ну, как-то так. Ну, тем не менее, 2 в 4, все хорошо, Деннис. Минута времени, нужен квадрокилл. Да, да, да. Нужен... Нет, Аутематик. Нужна какая-то чудесная игра. Да, вспоминай, групповой этап. Там Фнатик и один в 3, один в 4. Такое брали, а вот тут в ровень идут с ТСМ. Знаешь, на дроп-роме, вот, видимо, на дропе там все-таки не было до конца уверенно угрок Фнатик, что там все-таки кто-то сидит в углу. И, видимо, не было такой инфы, в общем-то, у команды, что там кто-то может быть. Особенно, когда идет выход, там флешки, гранаты. Вот нам показали твиттер только что с Тюи, игрока команды Cloud9. Это, наверное, одна из лучших команд Северной Америки, потому что Liquid немного сдали позиции без Симпла. Он написал, что ТСМ очень много тренирует Кобл, часто играют и шансы есть. Ну, топит за своих, конечно. Карт, по сути, в КС не так много. Можно их играть почти все, там буквально там на две там меньше посматривать. Ну, ладно, все играют Кобл. Так. Так, натик, смотри-ка, закуп 4 тека, калаш. Их выпустили на контакт. Ну, пока еще все-таки очень сложные выходы. Это мясорубка какая-то была для шведов. Ну, посмотрите, что вытворяет Олаф. Два хедшота в ответ, и ситуация 3 в 3. Кадин на камне работает, но тут вообще тиммейты все за спиной у него. Но он потерял тайминг, пропустил плент игрока, пытается с разворота стреляться, но Кримс все-таки в точке. Размен есть. Мне кажется, что защита слишком агрессивно сыграла, просто бомбы еще не было. Когда они полетели, ну, видимо, не хотели как раз той самой бомбы. Понимали, что играют против пистолетов, но тут можно и проиграть раунд. Хотя понимание есть. Услышали по ходу прыгающего Олафа очень жестко, да. Смотрел, прям знал. Хорошо играет вообще Аутематик, он молочага в этом матче. Он старается очень сильно, очень много интересных раундов протащил. Но тут уже Кримс очень тяжело. Патронов, наверное, не хватит по итогу. Нет, Релот, он еще мансуется один в один ситуация. Кримс! О боже! Что это такое? Он в прыжке, в отпрыгивании назад дал минус. Вот это эмоция раунда. Я сам могу только выдохнуть. Я честно, ну... Ну вот, конечно, знаете, КС, КСом с хилл скиллом вроде бы и рандом с одной стороны. Но черт возьми, он прицелился. Он прицелился. Это жесть. Это ваг, ребята. Вот так нужно играть в КС, Кримс. У него мало энтрикиллов, но вот такие раунды он выигрывает. Это... Вот такое может просто сбить всю мораль. Это жесть. Но экономику точно сбило. Да... Вы понимаете... Вот честно, вот... Просто не все играют на турнирах. Хотя, опять же, кто... Чем больше, тем лучше. Все играете на чемпионатах, ребята. Может быть, у вас талант к этому делу. Ты понимаешь, что такой раунд он может просто... Некоторых тиммейтов слабо... Стойких по психологии просто выбить уже из колеи. Но... Вот, по-моему, не Сика. Так уж точно вышел, забрал АВП, дал минус. А Фнатик в А не вышли. Сейчас Сик дропнет АВПшку с Эмфису или сам доиграет? Ну, походу, снова будет операция дроп-рум. Ну, живи нет. Кто пойдет работать. Так, Олов контролит. Уже побаиваются аркады до конца. Белонг нет смысла идти. Это понимает команда Фнатик. Сик. Тут, опять-таки, мог и перестроиться, хотя смотрит до конца. Задача АВПшку сделать минус. А у него ЦЗ-шка. Это идеальный девайс для приема. Ну да, одного можно насадить. Очень неплохо на такой спрейчик. Но пока что... Ну, одна флешка здесь может очень много изменить. ЦЗ-шка не сработала. 7 хп, к сожалению, для игроков. Ну, Сик. И дернули длину, теперь ушел АВП. Выйдет длина ему спину. И на самом-то деле, да, он все-таки будет работать, но... Ну, а выйдет длина, только Сик уже убил дроп-рум. Деннис, снова последний, нужен клайш. Ну, давай вспоминай Кримза. Сик, привет. Подарок. Лол! Да как так они тащат эти клайш-раунды? Так вот играет, батька. А там качал без армора с P250. Ставится бомба, но вот подозревает ли он о длине? Услышал? Нет, нет. Подозревает? Или услышал даже? Деннис, просто красавчик. Ребята, это фантастика. Но что делали? Была инфа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Была инфа Белонг. Три игрока в живых. Один поджимается в спине. Уже говорит, что там нет, скорее всего, игрока. Он идет по длине. Два раунда невозможных взяли Фнатик. Вот 6-0 должно, или сколько там быть? Я не знаю. Сик, ты такой вроде классный интрикиллер. Такой красавчик. Но вот из-за одной этой ошибки. Это, опять же, не первая уже ошибка команды ТСМ. Ну, Сик так раунд классно разыгрался, тем и ВП убил троих. Тяжело болеть за такую команду, как ТСМ, наверное. Ну, а у Фнатик пока что все хорошо. Атака работает. 5-1. И очередной оружейный раунд. Сэмфи свалился. Олаф забрал Сика. Нету интрикила. Теперь уже и на нем делают интрикилы. Ну, опять же, либо он, либо его. Потому что лезет постоянно с любой позиции. Ну, и 5-3. Да, при этом очень-очень жестко. В плюс морали, в плюс по количеству игроков. Фнатик. Тим Соло Мид. Вот ты Кобблстоун. Вот ты Кобблстоун. Я вот этого больше всего боялся. Хотя, вроде бы, знаешь, счет плохой, но борьбы очень много. Какие раунды, какие вертухи. Какие моменты мы с вами видим. Вообще, действительно, ТСМ, наверное, там, действительно, одна из самых недооцененных команд мирового Counter-Strike. Ну, надо, надо расти потихонечку. Опа! Вот 2 в 5. Нет. Я не цепляюсь. Ребята, ставят с авикой. Причем, наверное, к нему придут. Уже побежали за ним. Он понимает, что не дадут засейвить. Пытается эвакуироваться. Встретится, кстати, с Олафом. Интересно, будет ли смотреть с прицелом направо или нет. Ну, смотрим. Олаф уже готов. Да. А вот он там что-то полубоком с пистолетом прыгал. Главное, чтобы морально сейчас не уничтожили сами себя ТСМ. Вот он, энтрикил от Олафа. Да, и вообще провал. Это вообще жесть. Ну, Кримс там ладно, аутематика забрал. Но тут так не должен работать угрозащита. Да, тайминг просто и этот прыжок. В общем, Фнатик берутся. Фнатик не хотят вылетать с Элиги. Вот и 6-1. Денег нету. Тим Соло Мид. Да, было бы вообще интригующей такая новость. Там Фнатик вылетел из Элиги. Да. И мы бы классный матч с собой посмотрели. Но по-прежнему смотрим этот самый матч. Даже если выиграют его ребята из команды Фнатик. Просто Аркада Бэплэнта в нужный момент, понимая, что у соперника экономически под одну флешку. Залетает Флюша. Он не то, что всех спалил, он еще и всех убил. Сдоминировал просто Флюша. Аквадро Килл он фармил очень сильно. Помним, как Джей Ви уже фармил. Денег должно быть предостаточно у шведов сейчас. Ну что же. Ждем. Ждем раундов. От ТСМ каких-то. Но а что им делать? Они играют в защите. Да, в защите тоже. Нужно иногда поджимать, иногда играть как-то нестандартно. Но вы всегда понимаете, что когда тебе давят постоянно Б, то тут ты уже ничего с этим не сделаешь. Нужен девайсный. Наконец-то ТСМ. Взяли только один. Олаф, что, по респауну бежит? Нет, все, закрылся смоком. Хаешечка. Да, побежал. На Кобл Стоуне всегда все мысли должны быть у защиты ОБ Пленте. Не так много возможностей лишний поджим сделать с какого-то другого фланга. Да, там в дропруме вы можете контур-подсадку сделать, на длину выпасть чуть-чуть под флешки какие-то. Но это очень сложно и очень рискованно. Да, Яма играется. Да, там боковой выход, кишку я его называю, но... ТСМ, смотри, сейчас решили играть вновь стаком под Б, но Флюша делает entry kill. Кейдиан, кстати, мы его вообще почти не видим. На этой карте, к сожалению, ну, раундов мало. Налицо просто картина, что ребята просто не умеют сдерживать Б-Плент. По две флешки пытался выйти, но Кримс не ослеп. Тут же Automatic. Очень хорошая позиция. JV дальше не прощает, правда, сик. Где-то включился, все-таки забрал Флюшу. И 3 в 2. Ну, нет, JV, конечно, очень опасен. Олов уходит. Ну, тут 19 хп идти с бомбой на Б. Есть со спине игрока, его нам показывают, но... Тут же и авик возвратил. Да ладно, как... Не дощекал. Посмотрел направо, но влево не проверил. Сик. Вот надо убить Денниса. Я тут с двух сторон живу. Нет второго же. Ну, Олов вообще на пленте там уже был с бомбой. Вновь настолько близко TSM к раунду уже. Ну, вот-вот возьмут. Но нет, 8-1. Ну, от начала раунда. Один минус на Б-Лонге, второй минус на Б-Лонге. Ну, там ничего такого не происходит. И там просто отстреливает Fnatic. Ну, да. TSM. Вот если на Мираже удалось стартануть бодренько, то тут раунд Эко, бай Эко, один фраг у Кейдиана. Все печально. Да. А вот я уверен, что, скорее всего, в следующий раунд команда Fnatic снова пойдет на Аплэнд теперь уже. Вот пора менять вектор атаки, пора взрывать там мозг TSM. Хотя, знаете, логика подсказывает, что если получается продолжать. Они сейчас идут на А. Флюша пытается вновь собрать урожай своего уже UMP. UMP это тоже фармган. Они там спарились или что? Как там двое вернулись, и они держат А все это время? Или натоптали, но... Минус на Б, и все стягиваются на А. Ну, посмотрите. Тем не менее, это не помогает никак. Один минус только от Fnatic, и остается SIG. Остается SIG со своим 5-7. Нет. Красное яблоко не помогло ему. Ну вот же 9-1. Не хотел я вот это видеть. Не хотел. Хотя, конечно, это все вырисовывалось. Все-таки смогли там привязать из себя TSM на мираже. Да, выиграли карту. Ну, дальше. Вот этот выбор... Ну, все сказали. Наши ребята в аналитике сказали, как это было? Зачем это нужно было делать? Да-да, хорошо играют ребята из команды Fnatic. Но Cobblestone они, по-моему, играют еще лучше. Ну, и TSM плюс отдали два вот этих клатч-раунда, которые теоретически выигрывали. Ну, вот опять-таки Fnatic практически закомбесили со счета 9-1. Может, и TSM закомбесили. Ну, и сами вычеркнули Нюк. По-моему, вот они как раз могли этим пользоваться и как-то вот не вычеркивать его до самого конца. Ну, что же, на B снова не получается зацепиться за равный размен. Да, накоцали немножечко, но 4-2. Просто они не могут сдержать Бэдлину. Это... Это диагноз просто. Это непростительно команде топ-левела. А TSM такими являются. Очень хорошо играют ребята. Да, 10-1 будет. Попытка сейва все-таки у Sainfis и Automatic. Он, кстати, снова поменял никнейм. Не знаю, с чем это связано. Да, он еще тогда там через раунд поменял, когда мы его вспомнили. Админ накричал, наверное, сказал, нельзя так у нас. Статистика посыпется. Что ж ты делаешь? Ну, есть много нюансов с этим, да. Поэтому... Так, Sainfis, кстати, не ваншотнул по Деннису. Ставил 6 хп. JV красный прям идет за этим фрагом. Но, опять-таки, финансово Fnatic подкованный. Замечательно. 2 в 3 атака загоняет защиту при поставленной бомбе. Ну, что поделать, так и живем. Ну, TSM не хотят делать снова такой вот плохой бай, поэтому сейвят изо всех сил. Что же, счет разгромный на третьей карте у нас. Конечно, на Fnatic тоже непросто бегают. У них там великолепные связки на друг-руме, которые великолепно разыгрывают. Ну, честно, я не скажу, что здесь как-то магически играют парни. Они просто вылетают, а мол, в Деннис по этой длине. Да, Кримс магически вытащил. И там лично то один боком к ним, то один спиной. То вот там настолько этот друг-рум их постоянно напрягает, что эти парни, которые должны смотреть, отвечать за баллонг, они вообще ничего не могут с ним сделать. Уже вот в середине игры, вот в середине первой плави. Вот и раунд, кстати, под базу А. Тут есть один игрок. Аутиматик получает... Ну, вот когда тебя уже Флюша с UMP давит. А в это время четверо там уже окопались на B-Planty. А здесь уже, опа, привет. А, нет, бомба. Я думал, это бомба проскочила. Тем не менее, бомба сейчас пройдет. Эй! Ой-ой-ой, сик! Ну как неосторожно! Сик-сик. Вот должен был убивать. Ну, Флюша уже с Молотовым был в руках. Три-четыре. Что, сейвить опять? Это классический разрыв, друзья. Конечно, было бы прикольно увидеть потом супер какой-то жесткий камбэк, но, честно, в это никто не верит. Просто загоняют по карте бедных ТСМ. Да, здесь игра разбойники и индейцы. Ковбои индейцы. Типа того. Есть ковбои шведские. И ТСМ, которые пытаются засейвить каждый раунд. При этом сейвят два АВП. Одиннадцатый параллельно достается шведской пятерочке. Ну и все ближе и ближе к попаданию в финал группы D. У нас Фнатик. А ТСМ, конечно, ну, одинокий раунд взяли. Так, нашли один, нашли второй АВП, по идее. Понимают, что оба здесь. Но, опять же, уже очень тяжело их запушить в таком позднем тайминге. И вроде бы все нормально, все засейвили. Так, отстранились, окребят от мониторов. Вот очень интересно в зале, конечно, смотреть и за лицами игроков. Но мне больше и всегда нравилось, когда вот зрителям показывают большие экраны каждого из игроков. И тогда ты как сидишь за спиной у команды. Ты видишь абсолютно все их действия, все тимплейные выходы. Да, лица это хорошо, но как для меня, вот, человек, который играет в КС, было бы вот, если у тебя был зритель, честно, ну, выглядит сцена очень красиво. Да, очень красивая студия. Там все эти столы еще и ездят. Мы в первый день смотрели. Остроили, конечно, знатно. Интересно, почему JV купил дробь. Решил покуражиться, может быть, со своим коронным девайсом. Ну, да, Акрим все-таки убил. Я думал, JV. Не, не, у него тут, во-первых, с ним можно летать. Как раз на дроб-рубе очень классно реализует эти девайсы. Ну, шутганы, они не могут быть в CSGO недооцененные, как и пистолеты. Это очень сильные девайсы, как и, в принципе, вся полуавтоматика. Сейв двух АВП. Просто не все так умеют работать с этими пушками. Ну, JV уже неоднократно показал, что он мастер дроби. Автематика, отрезали с маком, с АВП не повоюешь. JV, там, гитрайт, и эти ребята умеют действовать шутганами. Ох, неудачный прицел стоял у игрока TSM. Да и если бы он был в нужном направлении, все равно было бы очень-очень тяжело. Тиммейт был на Б-планте, у тебя выходит куча игроков, и опять же... Что-то вот на старте отдали два клетч-раунда TSM, мы так и не смогли оправиться от этого удара. Да, они там посыпались просто после этих сумасшедших раундов от команды Fnatic. Какой там был? На старте где-то там 3-1, что-то такое. Просто жесть, пистолетка опять же, вот это вот, вы даете минус. И 5-4 не можете ничего. И просто невнятно как-то продолжаете эту пистолетку. Вроде бы там должно было быть обсуждено все у ребят. Кто, куда, когда теряют, когда не теряют игроков там. Ну как-то... Много вопросов к TSM. Не потому что вот они плохо играют, потому что они играют, черт возьми, хорошо. Но сейчас даже тени не видно той игры, даже и первая карта не напоминает. Там даже 16-12 было, вторую выиграли, а вот на третий одинокий раунд. И вот теперь команда TSM будет думать о двух вещах. Зачем мы вычеркнули, начеркали Cobblestone? Хотели 2-0 выиграть. И как мы не выиграли на кэше? Вот это два вопроса очень важных, о которых нужно будет поговорить. Потому что по сути 2-0, Fnatic домой. Да, игра на вылет. Это реально могло произойти сегодня. Игра на вылет. Те, кто ставил деньги, наверное, могли посидеть сегодня окончательно. Но Cobblestone их успокоил. По крайней мере на пике карт было более-менее оптимистично. Все для шведов. Тут пока что размены. Денис, кстати, не побоялся против ВВП стреляться. Вообще перевернул там. Мне тоже казалось, сейчас второго заберут. А там такие ищи полетели. Ну что же, Денис тут сам создает давление на троих. Они на него реагируют. Реально, посмотрите, там сейчас на одного. Тут там семерочка на Сэмфиса. Одного выходит куча игроков атаки. Но они даже не выходят. Они халдят, играют от Дениса. Тут продолжают перестреливать. Ребят, ну это уже смешно. Денис пушит Аплэн. Один. Один. One-man army, дорогие друзья, еще есть инфа по третьему. На B-long, покажите B-long. Его убили. На чекали, похоже. Там трое уже на голову к Сэмфису пришли. А Денис в этой яме просто мансу и сиг не понимает. Уже и там всех убили, и тут убили. И Денис вообще один. А я вообще хелпующий. Это бесшансовая какая-то половина. Там что, Сэмфис сидел в углу с АВП на длине? Он без АВП с АМкой. А, без АВП с АМкой. Ну, тогда ладно. Солов с АВП его законтролил. Но, опять-таки, Фнатик убили. Фейс 15-0 в атаке. Вот сейчас в атаке убивают команду ТСМ. Ну, что же, лица игроков, конечно, расстроенные. Форсбай за Форсбайем. Два мага, два Фомаса АВП у Сэмфиса. Ну, один-двенадцать кейден. Так мы его хвалили. Да там уже, знаешь, Форсбай, Форсбайем. Там 3-400 за каждый раунд сыпет команде ТСМ. Там чуть-чуть осталось что-то с прошлого. Пару фрагов сделал. И у тебя уже там на девайсный раунд есть. В общем, ну, жесть какая-то. Ух, ТСМ, ТСМ. Ай-яй-яй, ну, хоть какой-то опен фраг был. Так, Сэмфис. Перестроился неплохо. Убил Джей Ви. Бомба, бомба. Ну, друзья, опять же, вы далеко не убегайте. Потому что дальше начнется не менее интересный КС. Фейс против Дигнитас. Мы ожидаем вот такой же дикой борьбы, вот как ТСМ. Также должны Дигнитас там напрять своего соперника. Ну, там уже не просто напрячь. Мне кажется, что у них там какой-то дикий план. Вот я повторюсь. Я ожидаю от Дигнитас супер игры. Ну да, если уже ТСМ карту Фнатик отжали, то уж Дигнитас, которые прошли на мейджор, напоминаем, через квалификацию с Фейс, должны бороться. Фейс тоже, кстати, взяли слот на этом отборочном. По сути, Дигнитас, они там так не очень удачно сыграли. Но обыграли ТСМ два раза. Хоть это сделали. Да, это уже хоть какой-то показатель. Им нужно было занять третье место хотя бы в группе. Они это сделали, не попали на Фнатик в полуфинале. И сейчас у них одна цель – убить Фейс. Ну что же, вроде бы поборолись с ТСМ в этом раунде, но мы видим, чем заканчивается. Что это такое? Кримс-квадро, да. Этот Олаф уже довольный, понимает, что все, мираж был ошибкой. Кобл наш, он понимает одно, что Кобл мы уже не отпустим. 14-1. Два раунда в защите. С любыми девайсами. Пытаются подбодрить друг друга. ТСМ тоже молочеги. Как бы никогда не расклеивайся и не сдавайся до самого конца. Вот хорошее начало. И вот он 3-1, и они такие, сейчас и теннис тащит. Теннис 1-3. Олаф там 1-2. Причем в такой ужасной позиции. С неимоверной стрельбой. Это Фнатик. Да, оправдали, конечно, звание одной из лучших команд планеты шведы. Но и вот как не бояться против них Кобл играть. Они уже, по-моему, да, всю свою группу на Кобле обыграли. Эти раунды очень ключевые. Вот эти вот второй, третий были. Потому что они вот повлияли на всю игру. Понимаете, когда защита берет 4 раунда подряд, у них появляются серьезные деньги. Тогда они поувереннее играют. У них все девайсы есть. А тут получается, что ребята там с середины половины 3-400 и полетели. И вот так чуть ли не каждый раунд происходил. Да, было АВП, но где-то не хватало граната, где-то армора. И при этом всем очень плохо команда держала Б-Лонг. Да, вообще первый раунд в 8. Да, всю половину, наверное, ходили. Как себе домой в этот Б-Лонг. Когда Деннис Соло в яме там четверых на себе держит и убивает. Ну, в общем, очень много ошибок ТСМ. И вроде бы есть идея на этой пистолетке. Убили 5-4, а как выбить Б не придумали. Вот старт. Старт не пошел у ТСМ и все. На Мираже пошел старт 9-1, дотащили. А тут не пошло и вот как-то до конца. А я вот думаю, почему проблемы были на Б-Лонге? Наверное, потому что все-таки плохо играл и Дропрум так же. Потому что в Дропруме там Фнатик так давили, так напрягали. Вот парням, которые отвечали за Лонг, постоянно приходилось отвлекаться на Дропрум. Вспоминаю вот Джей Ви, который в одном из первых раундов в Дропе там зал 3 минуса с Дробовиком. Он там был, его отфлэшили, он там полуслепой убил. И вот как-то после этого ТСМ не были уверены. Мы видели грубые ошибки. Это был Б-Лонг, когда, например, Сика поймали, когда он там прыгал на ящики боком. Ну и опять же, там очень много таких минусов было. Позитивный момент был только один, когда Сэмфис зарашил СВП, дал два минуса. Я вот не помню, по-моему, даже не доиграли. Да, проиграли там, то ли вот как раз-таки... 3-5. Да. Вытащил Деннис. Ну, в общем, там что-то такое было, когда шведы начали тащить. У них был первый матч на И-Лиге тоже, когда играли Кобл. Они брали клатч-раунды. И сейчас вот та же игра, не знаю почему, на Кобле вот прямо у Фнати какая-то карма. Братья клатч-раунды и врываться на Б постоянно. И когда вот Флюша с фармганом перестреливал Девайсы. Ну, неоднозначный, конечно, ТСМ. Мне вот жаль просто, что такая концовка, такого классного матча. Просто, ну, хотя бы там 9-6, 10-5 бы. Ну, ребят, ну, просто разорвали. 16 на 6 работает Деннис. Аутематик, ну, 13-13. Парень хорош, на самом деле, удивил меня сегодня. Я поднялся явно. Хорошо стал. Кейдиан с одним фрагом за сторону, конечно. Ну, и вот, наверное, ответы на все вопросы. Кейдиан, который супер-классно провел игру, провел две карты. Сейчас с одним фрагом. К сожалению, так оно и есть. Олл оф Мейстер, кстати, на последнем месте у Фнатик. Но это уже не важно. 14-1. Энтри килл. Ну, может быть, хоть сейчас. Так, теперь бегаем за атаку вместе. Ну, хорошо. Ну, просто нарываются они на Юспы. Так, Джейви отрезали Кримс. Его должны были слышать. Видит, видит там игроков. Весь минус от Флюши. А Флюши не нашли. Что-то забыли вообще про эту позицию. Что делают СМ? Олл, они пушат, они пушат сюда. Что вы делаете? А Джейви пропустил. Подставил, бедолагу, Кримса. Нужен теперь фраг от Джейви. Патроны закончились. Он просто не попадает, но дальше потащит. Минус один, и будет и минус два. Это... Он уже все пистолеты здесь отрелоудил. Джейви! Вот это да! Последняя ФНС-бомба, конечно, есть. Но это должен быть пятнадцатый. Ай, нет! Не справляется. Ну, вот как... Вот... Что они делали? Пушили. Причем запушить получилось-то автоматико. Он пробежал мимо Джейви, дал минус по Кримсу. А в итоге-то Джейви всех и поубивал. Вот поэтому... Вообще, может быть, и какая-то интересная идея. Да, ты сближаешь... Вот он. А, это по конец уже. Ну, сокращаешь дистанцию с Юспами. Может быть, где-то логично правильно, но... Не знаю. И вот Флюшу не убили. Флюша весь раунд там сбоку возле этой деревяшки манцевался. И как-то мимо него тоже все пробежали. Ну, скорее всего, там, ну, 70%, что кто-то есть в кишке у тебя там справа. И он будет тебя сзади потом стрелять. Ну, ладно. Идут хорошо. Один со спины бегут дальше, дают минус. Ну, честно, вот я немного до конца этого врыва не понял. Он не получился таким теплейтным или как-то с акцентированным там. Просто там попытался, тут один попытался. Везде дуэли один на один. Это как первая пистолетка. На старте хорошо ворвались, поставили, кого-то убили и все. Ну, выпрыгните дальше в этот оранжевый, в эту дверь. Втроем на GV туда. Ну, это было бы, может быть, даже поинтереснее. Ну, ладно. 15-1. Похороны команды TSM продолжаются. Ну, тут 14 матч-пойнтов у Фнатик. И, судя по всему, TSM отправятся все-таки, ой-ой-ой, домой. Ну, ничего страшного. Получили опыт, хорошую игру показали. Я уверен, что получили лишний опыт. Есть антрекилл. Ну, может быть, Чеба борется, конечно, но... Ну, тут есть, есть. Один человечек в дропруме на ФНС в полете дал минус. Олаф. Кто долго убивает своего соперника, подозревает, что там есть второй. Уже и с дропом контакт есть. А хилпы-то нет у этого парня. Его просто загнали с нескольких позиций. Где же вы были? Бросили Олафа. Но Деннис и Флюша на ногах. Деннис видит первого, не попадает. Ну, по крайней мере, и не пропускает так же. ФНС, ФНС. По нему вообще нет инфы. Так. Привет. Я думал, двоих убьет Флюша. Ой, кофе. Тут уже сердце замерло. Я уже думал, и этот отдадут. Ну, ничего. Надо поиграть. Там все-таки хорошо постарались. Сделали антрекилл, поборолись. Дали GV реализовать. Скорострелный шотган. Ну, и, в общем-то, сами его реализовали немного. Да. Ну, один минус был. Чуть-чуть подфармили ТСМ. Давайте смотреть. Там были, кстати, аплодисменты в зале. Публика сидит, наверное, топит за ТСМ. Ну, не давали пока повода. Вот этого может хватить. Вот этого парня. Нового нет, нет. Я имею в виду нового. Там три дегла, ЦЗшка. Этого может быть достаточно, если сейчас все неправильно сделает команда ТСМ. Они бегут очень сильноправленно под базу Б. Дали Молотов, который не прилетел никуда в итоге. Вот они теперь думают, что там Молотов. А там не Молотов, там GV уже сидит. Там Молотов просрал, да. Я извиняюсь, это словечко, ребят, но... Ну, два опен-фрага толком никто в дропы не пошел. Это такой Молотов анти-подсадка. Анти-анти-подсадка. Вот так вот. Кадян, Денис, Клюша. О, второй минус подъехал, по-моему, за карту. Нормально. Эх. Ну, жаль просто на все это смотреть. Ну, конечно, будем смотреть, но кто верит, что сейчас ТСМ вот так вот безошибочно против Натик при потеющих ладошках и счете там 2-15, вот начнут тащить там 1-15. Я не верю. Ну вот Фнатик уже доказали, что они-то точно могут так играть, а вот ТСМ такого действительно никто не ждет. Фнатик фейс убили 15-0, ТСМ убили 14-1. Я не говорю, что это нереально, но в данном случае это действительно выглядит как, я даже не знаю, какой шанс, какой коэффициент на то, что команда ТСМ при таком счете сделает камбэк. Я даже не знаю. Мне даже трудно представить себе. Да, показывают нам статистику. Там практически непрерывная череда раундов от Фнатик. И вот последние два наконец-то взяли Тим Соло Мид. Ну, держим кулаки все-таки за красивый КС. Верим. Опа, нормально. 2-15. Ну, ничего, ничего, уже сделал фраг, уже хорошо. У второй половины отметился. Ну, и какое решение интересно будет? Ну, наверное, полный экраунд все-таки нужно сыграть ребятам из Фнатик. Тоже бегать лишний раз не надо, потому что так побегаете, побегаете, побегаете. Так и есть, так и есть. Уже 15-7, там начнете позить, оп, не получилось тут, оп, не получилось тут, уже там 9. Ну, а дальше начинаются приключения. Ну, я думаю, не в случае команды Фнатик. Да, Фнатик понимает, что матч все-таки решающий, на вылет. Кто-то не в группе там. Тут все серьезно. Попытка выхода снова ФастБ. Ну, вот похожим стилем с Наттик играют, просто с упором на Б, ранний тайминг. Ну, это, наверное, до появления девайсов. Сэмпис. Оп, получился Успа, 4-4, небольшой разменчик. Здесь спокойно выходит Кедиан. Вот, и третий фраг от этого парня уже получит. Сейчас еще парочку пособер... Не, не соберет, соберет. Всех увидел. Зажим 30 патрона в Эмке. Ну, двоих еще снял. Нормально, Деннис. Ну, вот, уже, как видишь, Кедиан 3 минуса сделал. В 3 раза больше, чем за всю половину только в этом раунде. Есть же Кедиан в команде. Я думал, кстати, Деннис заберет Эмку Кедиана. Ну, вот он что-то решил особо не ломиться. Остается с Деглом. Ну, в любом случае, да, будут девайсы. Он там выходил бы, по идее, на стволы. Поэтому просто решил... Кого-то еще убить. Да. Попытаться, по крайней мере. Сик, кстати, не выпрыгнул из окна. Утиматик тут. Ах, что-то не залетело у Денниса. На этот раз Деглом. Ну, и есть еще один отыгранный матч-поинт. Ребятами из ТСМ. Но, опять же, таких раундов им нужно выиграть очень... И очень много здесь, во второй половине, за атаку на Кобалу Стоуни. Да, печальные, конечно, лица, ребята. Пока еще понимают, что просто колоссальную работу нужно здесь провести, чтобы где-то вот начать уже покрикивать и напрягаться. Да, еще 11 таких же раундов нужно взять Тим Соломит. А для шведской команды первый полноценный закуп и первый реальный шанс выиграть эту серию Best of 3. Я думаю, там ребята уже из ТСМ далеко там не смотрят, не загадывают. У них есть конкретная задача. Выиграть сейчас. Сделать минус. Сейчас, да. Выиграть сейчас. Ну, и вот поехали, смотрим, что придумали. Медленный выход, в принципе, ожидаемо. Что ТСМ не будут вновь бежать, просто сломя голову на Б. Пытка контроля. Ну и Фнатик тоже понимает, что любая агрессия ожидаема. Я надеюсь, что это не сплит на точку А с дропрумом, где двое будут выходить из дропрума с бомбой. Это будет... Да бомба, в принципе, дропрум, это так себе идея. Ну, посмотрим, посмотрим, потому что с другой стороны может и получиться. Сейчас... Там Деннис. Ну вот если убьют Флюшу, это было бы отличное начало для ТСМ. Да, там один игрок, его могут подловить. Или хотя бы разменяться как-то. Пошла перетяжка. Флюша, ну, уже слышал, он тут есть гранаты, флешки уже дал. Он, фушь, так, ребята, тут что-то проверяют уголы, и надо идти. Точно не один. Так, тут опасно. Да, вот Сиг может выйти на Б, пошуметь, но раунд вроде бы неплохой от ТСМ, но нужен минус. Ой-ой-ой, какой подарок. Хороший тайминг, вот, ну, тут уже догулялся Флюшу. Слишком долго он был один, без суппорта, вот и подловили Денниса. В Сумфис прямо на ходу сейчас попал ЗВП. Ну и дальше лететь нужно, здесь попался Джей Ви, ну и все. Кримс уже сейвит, Кримс уже ушел. Лонов еще бежит, а Кримс уже развернулся. Так, куда там идти? Друг по другу уже, по-моему, сами молотовы дают, или нет? А, ну да. Ну, на Верочку дали, вдруг там все-таки решат ломануться шведы. Сиг весь раунд простоял, холдил спину. Надо, по идее, выбивать девайсы из шведов. Денегу ТСМ... А, ну, ой-ой-ой, не справился. Так, ну, лишнее пространство появилось у Кримса, хотя будут его друга Олафа загонять, поэтому, может быть, стоит идти ему как-то помочь. Нет, Олаф убежал подлиннее. Ну, явно смотрели демку Hellraiser с минора, точнее, с отбора на мейджор. Не побежали все загонять, чтобы вдруг кто-то бомбу не задефьюзил. Просто раунд такой похожий получается у нас. Не-не, ну, тут уже нереально, чтобы кто-то... Ну да, оставили ФНСа вместе с бомбой тусоваться. Ну и Фнатик сидят. Фнатик ждут. Фнатик сейвят и ждут момента, когда бы закончить эту полуфинальную встречу. Один раунд по-прежнему вопрос победы шведского коллектива. 1-1 по карту, но счет первой половины, 14-1, просто похоронил всю интригу в этом матче. Но продолжают бороться. ТСМ, конечно, колоссальный объем работы нужно сделать. Если они нам сейчас покажут там атаку хорошую, то, возможно, не повезло со стороной. Ну, все реально, все реально. Сейчас у Фнатик снова печальный закуп. Такой вот СЗшки плюс ХАЕ. Интересно, куда они их подкинут, наверное. Ну, это под Б тут останавливать стартовый враж, по идее. Вот эти гранаты должны сейчас спадать, да. Ой, нет. Есть дым. Вот-вот-вот их и применили. Кстати, там в дропруме подсадка, что ли, была? Нет, там просто прыгал, по-моему, Джей Ви. Уже все игроки команды Фнатик здесь на Б и дропруме. Нет, все-таки один вернулся смотреть спуск. Ну и, в общем-то, тут могут догуляться ТСМ. А здесь даже атака не попахивает. Они просто пока что подошли под Б и... А ТСМ услышали, что там три ХАЕшки прилетело. Поэтому, ну, понятно, какая-то подстава, какая-то там задумка у Фнатик. И решили похолодить. Ну, их дым остановил гранаты. Их просто не выпустили. И дропрум их не выпустил. И, на самом деле, здесь на лонге тоже. Поэтому смотрим за развитием. Ой, как там что-то столпились шведы. Кейдиан мог давать минус, но не дожал. Еще как-то убежали. Ой-ой-ой, прочекал тут и Джей Ви. По-моему, не знаю, мог даже второго увидеть. Но тут еще и третий носится. Что-то невероятное тут по позициям, конечно, у ТСМ. Все-таки Кейдиан идет первый. Но все-таки здесь всего четыре игрока команды Фнатик. Сейчас возвращается еще один. Но уже, может быть, поздно. Флюша один минус дал всего лишь. Здесь слепой Кримс. Слепой Флюша сделал дабл. Но слишком далеко Деннис. Ну, вот, конечно, он выиграл такие раунды. Калаш пять патронов. Есть же. 7 ХП. Шаг влево тебя уже убивают. Он это прекрасно понимает. Минус от Сэмфиса 15-6. Ну что же. Помаленечку, потихонечку тащат ТСМ. Да, пока они даже сами уже не напрягаются. Они играют абсолютно уже хладнокровно, спокойно. Может быть, у кого-то еще там надежда есть. Но нет. Она должна появиться попозже. Да, там десятый раунд, двенадцатый. Уже девятый, на самом-то деле, уже заставит... Это более... Водушевленно выглядеть. У Фнатик только один девайсный был, на самом-то деле. Опа, два ВП. Ну и вот. Вот, в принципе, сейчас все может закончиться. Полный хороший байк, хотя на самом-то деле не до конца полный. Там у Деннис полностью без гранат. Первый армор против Калашей это нормально. Олаф также с первым, но зато с АВП. Олаф уходит за фонтан работать снайпером. Кримс прикрывает. Джей Ви один в дропруме. Деннис АВП чекает яму. Аутематик с Ола под А. Ну такой, в принципе, раунд похож на прошлый. Очень медленный. Сейчас будет контакт в кишке, в боковом выходе. Да, вот нам показывает как раз Флюша. Флюша вновь понимает, что кто-то есть. В одном из таких раундов его просто в спину наказали. Ну в этот раз он начал хотя бы действовать. Показал свое присутствие. Ну что же, аутематик не пойдет. Он там жестко натопал, стягивается. Дропрум задымили, интересно. Ну что, один игрок защиты в дропруме. Двое на фонтане, грубо говоря. И пока что пять в три. Можно выпасть, классно. Очень многое зависит от Олафа Мейстра. Если АВП даст промашку, то скорее всего Кримса задавят. А вот если Олаф убьет первого, Кримс второго. И вот так по одному Фнатик могут принять. Мне казалось, вот игрок, кто там с Флюшей вышел на контакт, он уже должен был быть пятым под Б. Я думал, что уже сейчас пойдет атака. Это Деннис, наверное, не хотят в АВП ставить. Ну, видимо, они, возможно, не ожидали. Что-то как-то нагло. Это лол. Ну ладно, Кейдин разменялся. Кримс, смотри дропрум. Все в руках Олафа Мейстра. Будут ли его пушить? А рассыпалось. Да, Пум промахнулся. Выход на Б, пошел. ФНС. Ну, не дает минус по Кримсу. Падает еще бомбу. Он туда направо вынес. Но тут еще Кейдин может, конечно, побороться. Но Олаф крайне опасен. 15 секунд. Тиммейты летят на помощь. Хорошая флешка помогает сейчас Кейдину. Он же должен был увидеть справа игрока. 8 секунд. Надо плентить. Сик. ГГшечка. ГГшечка. Ну что ж, спасибо ТСМ за борьбу. Спасибо ФНАТИК за тоже хорошую игру, за победу. Они, как всегда, хороши. Но, честно, налицо явная недооценка соперника. Вот все-таки была у команды ФНАТИК. Как по мне? Не ожидали, не ожидали, что зацепятся за карту Мираж на самом-то деле американцы. Но у них это получилось. То есть, в принципе, первый финалист ожидаем. Я вижу, там за кулисами уже ДИГНТОС готовится. Но не без неожиданности, не без борьбы. То есть, вот прям на изи пройти финал ФНАТИК явно не дали. Да, хороший такой матч, который, возможно, взбодрит команду. Вообще напомнит то, что они играют на очень серьезном чемпионате. И то, что, в общем-то, дальше будет еще интереснее. Ну, кстати, с вами, друзья, вот Кван, ты со мной? Или не со мной? Вот в 5 утра финальный матч. Да, в субботу в 5 утра встречайте нас, ребятишечки. Финал, кто будет сражаться с ФНАТИК, узнаем уже скоро. Сегодня еще одно Best of 3. Да, далее работа в студии, в комментаторской, продолжат наши коллеги. Это будет Ленин и Гомер. Матч Фейс против ДИГНТОС. Очень классная может получиться игра. Вот всем любителям хорошего, сочного КСа. Ну, я советую вам, ребята, оставайтесь вместе с нами. Совсем скоро переключаемся на нашу студию аналитики. И говорим вам до свидания вместе с Кваном. Но, опять же, эфир не закончен на сегодня. Завтра будет небольшая, получается, пауза. У нас в студии будут ли матчи вот женской лиги, не помнишь? Скорее всего, будут. Раз нет и лиги, то самое время запустить. Тем более, там только начался русский дивизион. Еще там матчи 10, Best of 3 надо сыграть. Да, ну, а точно, суббота, 5 утра, киевское и московское время. Я, Кванчик, ну и, в принципе, ФНАТИК уже точно будут. Финал группы ДМ. Так что ждем вас заранее. Вот зовем вас на этот матч, потому что он должен быть, пусть не решающий, но очень крутой. Да, безусловно. Ну и, наверное, будем передавать слово столу аналитики. Дальше еще одно Best of 3, никуда не расходитесь. Пока. Дальше. Дальше. Егейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реперальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Контерстрайк и Старкрафт. World of Tanks и Лига Легенд. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. А ты смотришь женскую лигу? Если нет, то все подробности на нашем сайте. А мы поздравляем команду Fnatic с выходом в финал. Да, молодцы. И вынуждены сообщить о том, что ТСМ... ... Продолжение следует...